ты знаешь это у меня я же после потом проехал в вивей вот туда на источник серафимы окунулся но там близкие так друзья встретили конечно было там вот конечно благодатно все было хорошо по канавке прошелся бога это богородица почитал нота в храм знаешь пришел единственная мысль возникла такая знаешь вот посмотри вокруг что ты видишь людей можно сказать миллионы людей прошли с такой кто-то с криком души кто-то все равно знаешь вот а в саратове у меня там эти говорил там отец он свидетель его и причем это ну такой знаешь лидер на свидетель свидетели его ну и получилось так что а я знаешь как я как его как человека я его принимаю но вот это учение как бы я ему сразу блокировка ставлю ягона эту тему общаться даже не буду и ты знаешь я уже он со мной ну как бы уже знает что я на тему общаться не буду я плену при сижу там смаз с матушкой разговариваю и это а он сидит молчит молчит а я чувствую опыт перху подпихать день подпирает 2 подпирает и это я знаешь это хожу думаю мама делать а библию мне библию почитать а вот у меня библия есть я открываю сажусь смотрю и ты знаешь я вдруг осознал ты представляешь какое богохульство вот я не хотел даже не хотел общаться как бы на эту тему все а сам хожу меня совесть гложет думаю господи ну вот по идее то промолчать да тоже грех дел думал думал чуть-чуть вот ему как бы вот все это сказать так вот знаешь потом уже последний день я ему говорю ты понимаешь что я вот эта библия она не имеет духа истины духа святого она не имеет потому что там изменен смысл вот каждая буква каждая запятая они до такой степени изменены и это как богохульство понимаешь своего рода богохульство они же еще признают до сих пор синодальный перевод нет все ты понимаешь там там они напечатали свою библию и получать я знаю у них своя но они я разговаривал в прошлом году а не будет мы спокойно можно мы по синодальному переводу будет а мы начали мы начали по их перри вы ничего читаете у вас там все изменено вообще так ты знаешь что самое интересное узнаешь многие но у нас принципе у нас многие люди этого не понимают потому что ты знаешь я сам до недавнего времени начал понимать что вот вот в духовном мире там есть такое понимание что одно понимание духовное рождает другое понимание то есть не бывает так что одно что они все вместе да по и у них как бы есть как вот допустим одно слово рождает другое то есть это как вот допустим правда не может без истины появиться да она не может если у истока ее источник истина то есть истина рождает правду и так вот каждый очень духовные слова они имеют как бы последовательность они вот как мы иногда смотрим а че больше этого че больше этого или там какие-то духовные понятия мы всегда и простирам и так же духовно как мы простираемся мы что-то понимаем и нам открывается новый духовный смысл там милосердие да там там раз милосердие открывается еще что-то больше открывается а у них реально понимаешь он мне говорит я бы ты понимаешь это богохульство он не будет ты знаешь что это нашли свитки в черном море в этом мертвом море а ты это это перевод нового мира я бы ты вообще сам слышу что ты говоришь так вот логически я бы просто вот я тебе логически ты понимаешь о чем сейчас говоришь я бы значит тысячелетиями из уст в уста слово в слово передавалась и ты даже возьми не предвзято я понимаю что вы не признаете наших святых отцов там это я бы ну ты возьми историков возьми от отцов всех этих их не бы как бы повествование до библии близкие как они вот о чем они говорят у них слово в слово у всех это библия идет то есть понимаешь они смысл сам дать то есть у всех нигде не искажал а вы значит получается нашли свитки сто лет назад там или когда вы нашли 50 лет назад значит получается вы сами себе еще и свидетельствуете что церкви христовой не было в 2000 лет на земле не было ее все во лжи пребывали а у вас появился перевод нового мира понимаешь в нашли где-то там на дне морском из бездны так на этом все секты стоят что она как бы она вот за это богопульство ну кто-то говорит что в семнадцатом году допустим церковь православная палок кто-то говорит что вот на нас только она господь ведь как говорит писание что я создам до церковь вот и сейчас многие сектанты они кто-то будет создам что ее еще нету понимаешь что она еще когда-то будет создаваться вот то есть она у нас только все перепутано паутинами ну я сейчас вот смотрел вашу беседу с лапкиным конечно детском вообще он четко так нашу него нравится он мне у него есть такие вот ты знаешь я вот ради интереса мне просто не видел там один канал мое видео видел последнее видео этом снял про проверку и ты понимаешь я коснулся там я вообще не говорил что надо чипа принимать понимаешь и у меня смысл был другой я говорил о том что если мы не будем иметь веры нам эти чипы по вообще понимаешь они что есть что их нету то есть то есть смысл другой совсем был мне написали такие вещи что я там лапкина пересмотрел тот якобы документы электронные ну как бы и то понимаешь смысл в том что да при чем тут вообще то есть я не об этом говорил как бы я говорил о том что сам господь говорит что а как вы вообще знаешь там один сектант начал как протестант говорить это тогда до какой степени вы значит уже деградировали что вы даже за я говорю свои словами иоанна златоуста говорил я его слова просто еще как бы более широко развернул да ну как бы просто увидел еще в них как бы толчок вот своей как будто у меня было слово я ехал когда сюда я его читал и ты понимаешь мне как бы в духе пришло вот это вот ну понимаешь вот это вот слово вот это вверх проверку вот ночью я последней темы как бы сказал это не просто было что вот я взял что-то на на выдумывал и вдруг мне такие как пошли там и письма коми комментарии и что я и чуть ли я сижу думаю вот это да если уже златоуста тогда можно еще это это вообще то есть и потом до меня доходит а знаешь а может быть это провокаторы которые вот как вот лапкин говорил знаешь это не роботы я реально как бы знаешь одного начала продать просто смотреть внимательно и мне так у нас вот прям до более знакомые появилось чувство вот когда иудеи тогда на меня нападали они знаешь как матеры работают они писаниями работают они тебе как бы начиная такими вот фразами знаешь как вот втыкают 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 и в итоге ты начинаешь болеть духовно у меня знаешь как я вчера очень серьезно потом пошатнулся я почему и не подходил мне такая духовная была очень серьезная пошатнулся очень серьезный испугался просто думаю господи знаешь как почувствовал себя просто страх божий как был меня спас вот то что я начал молить сразу я бы господи я понимаю что любое спотыкание это от гордыни то есть знаешь с одной стороны может даже хорошо что я приткнулся потому что ты попадаешь такое мрачное состояние начинаешь а страх божий преодолел он преодолел знаешь что я вдруг почувствовал что я не смогу просто жить если у меня не будет вот этого чувства нашел тогда ты читаешь слово когда она в твоем сердце да вот это вот живое слово вот вот эта радость там какая-то вот знаешь какая радость вроде бы все вокруг плохо а ты знаешь имеешь такое сердце не радость а вот мир христов то есть ты понимаешь что чё бы ни я говорю вообще не об этом я говорю о том что надо пребывать в вере и если мы будем вере да чтобы не произошло делал он а ничего и хотят и знаешь вот я вот сидел и мне вдруг так стало страшно знаешь зачем страшно я вдруг понял что они же нас хотят дураками сделать моральными вот эта вся игра весь этот театр с патриархом съесть ересью якобы вот это это сейчас вот началось новое как бы что там вместе с иудеями по восходе праздновать и каждый раз что-то новое понимаешь придумывает придумывать придумывать и начинается со всех сторон как психологи как будто работает и ты понимаешь люди начинают метаться и мне такое чувство что сейчас у многих людей дьявол не может войти в россию пока у нас в россии есть здравая вера она есть во многих людях здравая настоящая вера и ты понимаешь к чему нас увлекают час всех всех хотят измотать измотать вот этой вот что у нас и старцы не знали что патриархи 30 лет уже кувыркаются с католиками знали и они сказали что как только догматы начнут менять да вот символ веры там очень наш они же не запудривали мозги что там вот это вот это вот это вот это там тысячи правил до что если они сказали как конкретно начал ориентироваться но я про другое вот ты понимаешь я просто сейчас осознаю что людей вот я ехал и чувствовал знаешь вот какая-то мрачность такая идет что людей начинает изматывать вот этим всем морально морально изматывают вот даже возьмем про простой пример да вот я приехал в саратов пошел у меня родственники православных пригласили в храм я пришел туда и ты знаешь я стоял реально плакал к храме стоял и плакал и знаешь мне было радостно от того что я увидел больше половины церкви настоящих верующих людей настоящих которые пришли не просто пришли к богу и ты понимаешь и вот сейчас им скажи выйдите из храма потому что у нас патриархи еретик куда они пойдут вот куда они пойдут чем 55 вот этих или 10 которые ушли там в интернете в ю тубе до стоят эти кто там говорят да там выходите все из храма куда это представляешь если сейчас и со всех городов до их их и очень много людей таких простых и они выйдут и куда не пойдут и будут искать их ездить по городам этих пять человек которые в интернете вот эту политику ведут все это знаешь какие-то сейчас примеру как раз по поводу того комментария тема будет в москве остался единственный храм находится на берсеники там буквально 100 200 метров от храма христа спасителя вот там в общем игумен кирилл сахар храм старообрядческий это единственный храм который не принял и н н н вот стоят причем вот этот вот игумен отец кирилл он к лапкину как раз обращался на поддержку и давит вот бы оставляют принимать и н н а лапкин его удерживал тут аж книжку потом написал вот и они по сей день понимаешь они остались единственные не принявшие н н н в этом самом москве и но у всяких вот этих документов если показать стойкость перед господом господь оставит своих и удержит вот а главное облезь вот эти латы знаешь и и шлем духовный и все и господь виде вот эту твердость всегда подкрепит и поддерживать знаешь что не понимает вот многие не понимают что вот я хотел сейчас чисто дополнением да думаю у меня сначала тоже это думаю заделала так вот думаю я уже много лет еще лет семь или восемь назад и написала отказ официальную бумагу от иногда у меня есть официальная бумага ну прям с заверением налоговой инспекции и что я связи с религиозными убеждениями не принимаю вот эти ну понимаешь вот эти все числа там и н н н и они не имели права они раньше то есть они это заверяли такие бумаги мне просто один брат и ты обязательно об этом скажи сделай ролик а тут у тебя короче уже это и они же битые лапкин тоже якобы он за за почему тебя написали такой комментарий потому что я говорю брат я говорю вообще говорил о духовных вещах вот вы я говорю неужели вы меня не знаете я говорю я чё должен 7 лет и назад написал этот отказ я должен 7 лет всем рассказывать что я отказался от н н и всем рассказывать что я против электронных документов я про то и говорю что у многих это дошло до шизофрении они уже в бога не они не знают даже в какого они верят вот у меня живет тут один старец да он уже и ты спросил у него про иисуса христа да он не знает кто это такой но зато знает что вы ищаде ада вы все с паспортами все он ты понимаешь я про чё говорю что вот это мракобесие вместо того чтобы кому он рассказывает у нас полу пол нашего села без паспортов живут и без н н чё нам рассказывать ну иди в город тогда и проповедую об этом н н и я не хочу об этом разговаривать на что я уже живу без этого если вы хотите это проповедовать идите в города вся православная церковь она об этом уже знает но новичкам да там ну но не до такой степени карта интернет весь забит и он понимаешь один н н н там или карта или пластиковые лечит вы и все и там те горы там потоки информации сколько можно об этом говорить вообще это я вот лично об этом варю уже двенадцатый год и сколько сколько можешь сколько можно вообще в этом ну да не я думаю что это уже это как бы лишние лишние в том плане что об этом надо говорить но надо говорить ты понимаешь знать меру у нас получается что конечно я вот последний комментарий под роликом под по моим под нашим а нет я там с одним человеком тоже он собирался куда-то уезжать вот и я же а я там пишу мне пишут тоже вот подобное типа вы еще там это это вы говорить о том что можно принимать я и комментарии и даю вы я говорю если ты в грехах вся потопла какая разница примешь на чертани или не примешь то есть такие моменты которые если сейчас сказать тебя вообще камнями закидают а они даже не поймут что в этом такое огромное величие бога его милосердие вот помнишь я тебе рассказывал когда богатый попал в ад начал призывать он верующим был начал призывать очень а в раме да где да почему да пусть лазарь там не принесет воды да там а он говорит между тобой и большая бездна никто не может перейти оттуда сюда отсюда туда и вот у меня вот этот закон он отложился свое время понимаешь вот этот закон что значит получается вы в это верите что можно своих близких там вы молите зада а вот сейчас поймешь к чему я это говорю вот получилось один раз я встретился с одним братом я ему вот это сказал я бы ты знаешь я бы зачем вымаливаться если вот есть такое есть бездна через которую невозможно как бы перейти и он не знаешь как сказал он говорит вот есть закон и и все кто живут по этому закону они в этом законе живут а те которые узнали благодать любовь христову вот понимаешь про чего вот это милосердие они ее как бы когда постигли они же мы же верим и по нашей вере соответственно вот бог всемогущий для него нет ничего не дали него то есть мы верим мы верим его вот эту всемогущую милосердную любовь и благодаря этой любви а сам архистратик михаил аж апостол засвидетельствовал да спускается в ад опускает крыло и вытаскивает оттуда праведных вот представь это о чем говорит это говорит о том что как христос говорит что вот притчу где нельзя переступить эту бездну и вдруг ну понимаешь про чего говорю да то есть другие скажут другие скажут и это противоречит а это не противоречит это не противоречит это лишь показывает больше это вот как вот есть суббота закон наш господь он воскресенье он больше он начала нового творения то есть он творит он всегда и у ты я знаешь вот тот момент который я хотел тебе как раз сейчас сказать что ты понял которые многие сейчас вот если скажи они этого не поймут и они просто нас с тобой камнями даже закидают вот я как бы есть такой момент я скажу вот когда в откровении помнишь когда уже зверь запечатал всех печатью и и господь посылает 7 ангелов язв да с чашами и вот изливает один ангел язвы на это царство зверя а что потом говорится и они не покаялись вдумайся в эти слова и они не покаялись те которые уже с печатями а нам сейчас что говорят они говорят что я не говорю к тому что можно печать принять а я тебе говорю о том что понимаешь вот принять печать это равно сильно вот мы видим с тобой наркоманов да вот притон наркоманов где люди лежат и они ничего не могут сделать они вроде бы рады был уйти оттуда с этого притона но они не могут потому что вся воля сломлены они лежат под этой наркотой и просто как ну помню про чего я говорю и до сказано а иных страхом спасайте но есть предел этого страха понимаешь есть предел страха есть страх который можно людей загнать в пятый угол они из этого страха не выйдут они веру потеряют и и вот я про чё тебе хочу сказать что а тут-то говорится о великой любви божией а той любви что он даже тем которые печати поставит он даже к ним будет призывать вот таким путем язвами он будет изливать на царство зверя язвы он не уничтожит его сразу а так бы сразу уничтожил да а он видишь как он начинает изливать суды язвы он изливает и говорит и они все равно не покаялись второе ангел вы излил язву и они опять не покаялись третье излил и они опять не пока а этого никто не видит понимаешь никто не видит а потому что сейчас все стали жестокие все г патриарх еретик этот еретик ты чуть споткнулся что-то не так сказал анафема ему убейте его вот люди какие стали понимаешь и они поэтому из-за того что они стали жестокие и я а я поэтому и говорил вот эту тему про веру про веру понимаешь про живую веру что дьявол боится этой веры потому что если мы обретем веру настоящую живую вот в духе истины да да он не сможет сюда зайти на эту землю почему они понимаешь они нас пугают этой войной войной пугает 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 они и программируют на мозги они программируют ее да я не говорю что может она война нам и нужна чтобы она как бы спасла нас от чипов от от всего как бы тут надо уже бога просить чтобы его воля была но бог он совершен до такой степени что никто не знает он может завтра такое совершить что и война не нужна будет вот ты говоришь что невозможно да без на такая не переходит оттуда туда а смотри и написано пристали при лице господа сыны божьи и среди них пришел сатана я тоже об этом думал он получается до христа он имел право еще он еще не он не был облечен свои вот этой у него вот это его грязь она спрятана была внутри его а бог увидишь он же видела его насквозь но не скован он был не скован да не скован он еще и не то что не словно даже можно сказать получилось что господь его наш христос он его просто обличил не изложил вот этой вот знаешь вот и видимо что-то комментарий там один г ты лжешь что христос был побежден помнишь там не видел там комментарии это или у меня или на православном к мне написали что я же помню что он сказал что там якобы что-то я не помню там проповеду про эту говорил про сатанинскую и и ты знаешь я то говорил про какую победу дьявола вот смотри когда господь наш он добровольно себя в жертву принес да когда они пришли его брать и он показал вот это вот этот царственный мир до какой степени он он владеет он 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 же нам это показал почему я говорю что люди думают что вот ни один пишет да ты слюнтяй там вот это призываешь там к такому к миру там вот это вот а вы чё не увидели до какой степени господь наш явил этот мир что он даже сказал я добровольно свою жизнь о хозяин он же хозяин своей жизни понимаешь это что он бессмертный и он он когда они пришли его брать он ему они же пошли кто иисус он год я и он и они попадали они попадали и он им говорит вот он я и он им показал что вы никто но я себя добровольно себя даю вам в руки свои ну то есть вот приносит себя добровольно он принес себя в жертву за нас да и понимаешь и вот один не гайд а какой победе ты говоришь ты лжец а вот теперь смотри он себя предал и все думали что вот она якобы победа была да вот это вот от для него начался ад на земле по сути они начали издеваться над ним его там терзать грубо говоря но там страшно и что началось да и когда него распяли и все думали очень даже ученики его они петр отрекся страх какой-то нашел на него то есть ученики убежали все убежали все испугались все поняли все вот она победа дьявола и что мы слышим когда господь воскресает апостол говорит смерть где твоя жало от где твоя победа победа он где твоя победа она лживая понимаешь он понимаешь вот я я говорю одно мне пишут такую ахинею вообще вот знаешь вот я понимаю что это может не грамотность там или а может специально провокации какие-то понимаешь вот они пишут вот эти такие вот каверзные провокации то ли не понимают что я говорю это знаешь из того же разряда когда цари земные собрались на брань против помазанника у давида есть такой псалом а господь посмотрел на них и посмеялся понимаешь они все там на земле собрались на войну с помазанником и с богом а бог просто посмеялся это говорит о том что ему даже смешно стало это муравьи знаешь на мой дом решили напасть да ну к примеру да это даже и даже с этим сравнение даже не будет потому что и опять же вот помнишь я там говорил что когда господь запретил связанным явно демоном догадыми запрещаю вам трогать я до слова не сказал но я как бы смысл передал ну ажу сразу начинает за букву цепляться что ты и и а я просто имел смысл то что господь наш он имеет первое слово и на земле и во всей вселенной его слово сначала и он говорит доколе не положу печати на рабов своих это о чем говорит он всем запретил вообще прикасаться к нам понимаешь про чете говорю это вот нам играет сейчас вот эти вот театр там с чипами с этими там войну война война там чипы это дт они боятся они набоятся понимаешь они нас боятся и они хотят извратить нашу веру они хотят ее просто сокрушить вот этой мракобесии потому что пока мы верим пока мы имеем живую настоящую веру пока нам господь печати расставлять никто над нами власти не имеет сам господь не запрещаю доколе не положу печати свои и вроде бы я доступным языком это говорил а пишут ты понимаешь мне пишут такую что господи не помилуй такое чувство как будто читают в наш книгу а видят фигу за вообще его знаешь на некоторые комментарии я даже отвечать уже и не комментарии и письма я даже отвечать не хочу потому что я думаю это что или это провокация или это глупость или но не знаю что это или или просто чтобы вам не это помрачение умов это понимаешь сейчас очень много различных организаций где и везде по-своему каждый их тысячи да этих организаций ни одна из них друг с другом не согласны ты слышишь какое разногласие в мире и каждый старается свою сторону отстаивать да ну я уж тоже я не отвечаю на эти вообще на эти вещи мне такие вещи пишут мне там и душу собираются чистить и поставить там меня пророком сделать и толкователем понимаешь и как что на все на это реагирует происки сатанинские нам господи вот этого мира главное знаешь сердце не терять вот это твердо это это понимаешь вот я прочую говорю что дьявол он он царствует там где он сеет ложь где он вводит людей в какой-то узнаешь вот в такой в обман и получается что ты понимаешь что не может он прийти туда где он не не нагадил то есть вот даже возьми вот сам господь говорит что через пророка что народ мой страдает от недостатка ведений а чего страдает народ от непонимания бога от этого страдает не от того что мы понимаешь мы и чё-то а из-за того что он нам дал он нам уже все уже господь нам до такой степени в апостол вот читаешь да все просто вроде да все а в то же время пока ты маленький для себя молоко простое молоко и ты и замечу что чем ты старше становишь сколько бы ты не читал каждый раз новое какое-то открывается такое понимание бездна премудрости божий там нету дна ее просто нету ты будешь сколько ты будешь читать она будет постоянно до такой степени тебя насыщать и наполнять и открывать такие просторы что вот понимаешь порой думаешь если сейчас начать говорить о более высоких моментах что тебя вообще-то да сожгут на костре лаптон ходит уже много лет и вопросы причем священникам задает вопрос он вы скажите какая самая главная заповедь на земле да и не и никто ему ответить не может а он же ну много лет уже об этом вы это он вы христос придет и скажешь вы не веровали в меня самое главное заповедь что не веровали в меня понимаешь чем дело потому что веру исказили настолько что у каждого своя вера найду или веру в господь на земле он найдет но она будет где-то в лесах там под камнями где-то непонятно спрятана эта вера а знаешь знаешь что-то меня дошло вот я когда вспомнил пророчество я не помню кто из старцев это говорил что в последнее время будут спасаться только верой помнишь за такое есть и помню да и ты понимаешь до меня дошло они той веры что ты веришь вот это я верю в иисуса христа не этой верой будут спасаться то верит сейчас ты сам наш пол мира верит получается вот о чем я и говорю вот эта вера настоящая здравая как будто ты живая вера что мы не просто говорим мы живем и мы действуем мы как бы боремся мы вот я тебе про отца говорил да свидетель его вот я ему как бы коснулся очень серьезных вопросов вот я ему прям по историческим по всем и его знаешь вот тряхануло тряхануло он убежал короче все и я потом когда уже вещи собрал уходить он вышел и это я его обнял как человек просто ну обнял все и пошел и знаешь иду и думаю вот он получается он сектант и ты знаешь а он же мне отец что мне ему сказать это пошел вон я с тобой больше общаться не буду и ты понимаешь но я то не принимаю это ереси который я его принимаю как человека как вот родного человека но я не принимаю ту ереси которую он принял и ты понимаешь я просто к чему это говорю у нас все вот этого патриарха кирилла я понимаю что он страшную ересь да он он можно сказать принял страшную ересь где он ей заразился неизвестно нам но если я к своему отцу как бы да как тебе сказать вот сейчас поймешь чем я говорю я не не оправдывание его нет но кто-нибудь все любит осуждать очень сильно любит вот мне начал там один говорить ты ходишь в храм ты еретик я говорю вы знаете у нас самое интересное что с одной стороны трактует по святым будь здоров что с другой стороны трактует будь здоров но давай за такой вопрос зададим у нас сейчас все и исповедники вера одни вокруг ну то есть у нас сейчас вообще каждой твари по паре извиняюсь за такое выражение и знаешь что самое интересное я просто это знаю что вот это вот сейчас возня с латины с латинской ересью это всего лишь я это видел просто ну было раньше такой момент это это всего лишь такая маленькая заваруха перед тем что он что грядет на самом деле это вообще-то это это как искать это заваруха в какой-то вот маленькой комнате по сравнению с тем что грядет на самом деле и ты знаешь и кто-то и и очень умышленно завернул так чтобы вот как раз повредить нашу веру нашу веру и нашу церковь и то есть я это все понимаю и я про чё хочу сказать вот ты знаешь у нас сейчас такой страшный процесс идет может даже чтобы озлобить наш я не знаю чтобы мы озлобились и большие сомнения да большие сомнения потому что в один храм я там ходил как бы ходил и вдруг я начал сомневаться я туда не хочу ходить понимаешь не хочу а в то же время думаю а как понимаешь если вроде бы еще ничего вот что старцы говорили еще этого не произошло и знаешь нам все говорят что вот старцев не будет а вчера читаю лаврентия черниговского он говорит что бог не допустит этого все равно будут просто их не будут видеть единицы гайду они будут для того чтобы поддерживать это лаврентия черниговский лаврентия скажу они до последнего будут и ты знаешь я сам лично знаю что да есть вот я троих только знаю которые но они просто лишь они в интернет не выходят они считают что это ну и они даже телефона не имеют то есть они ну на самом деле они его и прозорливые и они исповедники веры как бы и они я знаю что они все втроем но со слов моих близких они говорят что пока еще надо стоять до последнего надо стоять кто-нибудь задался вопрос а кто-нибудь помолился за патриарх как за человек он ведь по сути православный ну может быть он внутри в него вот как я тебе прощу про отца и сказал да про своего мы отвергаем эту ересь которым принял я ее не принимаю и понимаешь но я молюсь что бог нашу нашу церковь сохранил от ереси от всего как бы от этой гадости хотя я понимаешь вот порой знаешь смотрю вот на на последние вот его выступление на все и чувствую вот наш там уже такой луковый дух как будто знаешь вот ты чувствуешь что он в курсе всех этих событий он в курсе всего этого и и как будто в нем это знаешь такой вот и в этом лукавство такой как будто кто-то через него прям вот как ты ну понимаешь про чей говорю да вот и как будто он конечно как и как он как будто как знаешь как тебе сказать как лицидей какой-то который смотрит над тем что происходит и с таким лукавством на все это смотрит он ни разу не сказал своей точки зрения вот что он же значит что происходит да все кипит котел кипит все кипит общество кипит а он так узнаешь так смотрят лукаво лукаво просто смотрит это о чем говорит они нас не могли значит взять потому что у нас до чего бы не происходило на руси вот ты понимаешь люди не понимают да они говорят ересь 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 там да мы живем у престола дьявола у нас россия это страна где люди живут у престола дьявола ну вот понял мавзолей против он же сделан копия престола его это зекурат или как он там называется это же делали чисто сатанисты его мало того там это мумия лежит там да и вот о чем мы с тобой говорили улицы все этими именами демен демонскими поназывали у нас значит это никто не это все нормально мы все живем на улице лицефер на улице вильзевого у это все хорошо и ты понимаешь это это вот как вот знаешь я ехал в поезде и общался с одним там тоже вот искушение было я захожу в поезд в середине поезда вместо мою подхожу сидит мусульманин такой бородатый а есть тоже с бородой зашел брат ведь встречи не случайно и ты знаешь это а я же такой я вообще ревнитель я не признаю я такой раз это а сам думаю господи чё почему мне так это вот прошлый раз ехал ванг весь поезд сидели какие-то знаешь там отмороженные а меня с мусульманом посадили и в этот раз я сажусь с ним короче больше не то вот мы с ним и весь поезд главное такие знаешь все я еще могу бесстыдство одно кругом в шортах в этом в трусах наешь по поиску и женщины а мы с ним а мы с ним вдвоем посередине этого поезда а он мне еще говорит от брат видишь как и светит сыграть две души горят встречаются не случайно это вместе и это а он представляешь он короче сейчас я скажу он не простой мусульманин он мусульманин но он как тебе сказать из он чеченец короче из спецслужбы короче гигарушник и и я и ты знаешь я потом сидел и думала может думаю знаешь как сижу думаю может это потому что ты понимаешь да как он говорит не случайно наши встречи я думаю может быть это даже знаешь и может я уже слишком подозрительный стал но вот веришь нет я ехал сутки до саратова и вот эти сутки мы с ним сидели разговаривали и в какой-то момент в какой-то момент я поймал себя на мысли а что у моя совесть меня начало начала грызть передо мной сидит это реально настоящий как я сказать чистый человек такой узнаешь вот он до такой степени я такой сижу думаю потом ловлю себя на мысли стоп он говорит и понимаешь на сейчас мусульманство это в основном одни секты у нас будет написано в писании что христиане это наши вторые братья и понимаешь он мне начинает вот эти вещи как бы и пророчества которые совпадают с нашими пророчествами я потом сидел и думал может на самом деле встречность не специально не это не случайно чтобы мозг промыть понимаешь потому что я чувствую мне начало это на подсознание очень серьезно действовать я уже сижу короче и говорю знаешь я говорю че я тебе честно признаюсь я говорю вообще я радикальный такой православный христианин и я как бы стою за чистоту православной веры ну я гуэн хочу лукавить как бы и я тебе честно скажу что я больше никого не признаю ну никакие другие движения не признаю и моя задача я говорю я участвую за свою церковь потому что моей церкви сейчас такой бардак происходит я говорю и и потом думаю раз сижу и думаю так думаю чё же происходит вообще почему же не на самом деле не просто ну знаешь вот ну как это так вообще второй раз сажусь в пояс и второй раз меня прямо сажают с таким матерым нашел прям не просто мусульманин какой-то фанатик как тебе сказать он мне такие вещи рассказывал которые меня просто ошеломляли духовно ну понимаешь я среди христиан таких вещей не слышал не встречал и я знаешь как я сидел так у меня прям честно сказать у меня такая борьба была серьезная потом я раз и думаю господи надо про тебя ему сказать твое величие открытием я раз так это начинаю и ты знаешь вот как только я попытался ему рассказать про христа вот я ему начал говорить про христа но в том плане вот как тебе сказать его величие вот вот как раз о чем эти говорю когда его брать пришли как спецназовцы да вот эти все это и когда его он себя добровольно в жертву как он воскрес я чувствую он сначала раз начал это в себя впитывать а потом бах у него как блокировка какая-то такой как за что-то как будто внутренне как отскочил от этого как бы знаешь вот он вроде бы начал себя пускать там бах и закрылся как бы ну вот какой то знаешь я себя поймал на мысли он не говорит а христа то он не принимает как бы он мне красиво не говорил как бы он никакие бы он не суперские вещи там не рассказывал причем они на меня очень серьезно не отдействовали очень серьезно ролик один он у меня на канале стоит это беседа лапкин а азербайджане с мусульманкой и смолой мула муж ее понимаешь они как бы они все уже в разговор подходит концу и они как бы умоляют его упрашивают ну и венатий тихонович ну давайте но все вот давайте вот все вот только вот христа уберем остальные вот ну все у нас видите как хорошо ровно пусть только христа давайте уберем фрионер от пиоли и все ну да 4 историка так дальше первого века как можно писать через 700 лет спустя и не было как-то не умер то когда пишет тоцует об этом плене младший пишет об этом об этом пишет 4 четыре историка римских что он умер умер и христиане ему поклоняются хорошо вот допустим вот какая-то верная не понимает это ну так уж получилось все равно при этом это человек но живет по всем заповедям библии пиццы июля бизнеса несколько спасение я вижу наidade я а это я верю но я просто вот так получилось но я никак не могу вот только вот эту маленькую вот эту штучку вот то что он умер на кресте я не понимаю что он в прямом смысле слова сын а остальное все я делаю а дьявол не важно вот столько вот чтобы крест не доставал через не перейдешь туда не перейдешь на письме наша правильность как запачканная одежда еще раз повторяю и ты знаешь что самое интересное что когда он в город уже приехал вот реально знаешь какое чувство что у нас всю россию умышленно готовят к революции вот я просто ездил там с ну просто познаешь с простыми людьми общался как был так вот уже подготовили до подготовили все готово они нам бывает война 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 а по сути то они ее не могут начать потому что вот я еду таксист меня на вокзал вез когда и ну я начал себя говорить сначала с ним его языком и знаешь как с его языка перешел на как бы там 6 сейчас понимаешь начни говорить тем языком которым мы с тобой общаемся у меня наверно высадил бы сказал это ищите другого такси 7 я как бы начал его языком разговаривать таким наш мирским потом перешел в итоге перешел к тому почему у нас россия страдает рассказал про гагарина как он выступил о духовном возрождении молодежи помню знаешь да это серьезно вообще и я вот эти вещи начал рассказывать про и ты знаешь я сказал что доколе я бы вот как только истинное православие будет сокрушена вера россию размажут по стене и он я смотри ты знаешь я почувствовал в духе что его коснулась это это простой человек который просто курит пьет и сидит кулаком стучит около телевизора и ты знаешь я такую себя на мысли поймала если бы сейчас разговаривал об этом с каким-то фарисеем он бы этого даже не услышал он у меня доказывал вот этого знаешь вот и ты понимаешь и и для меня дошло что они боятся они боятся у нас в россии очень серьезные люди и страдались это может даже господь так устроил что все и страдались и по сути люди то готовы уже своим сердцем по сути принять истинную веру вот я наверно теперь понимаю почему на мои 80 процентов пастырства подменили потому что когда начнется страшными да куда люди побегут в храм побегут я не то что хочу как бы осудить я понимаю что сейчас время такое страшное и о нем пророчествовали но коли вы называетесь такими да понимаешь прочее говорю коли вы себя называете что вы обличили там патриархом да мы все это знаем если господь сейчас у нас все это попускает значит у нас и на уровне мирского тоже происходит такое полное умирание господь пришел да он пришел когда конец света уже был полностью он же их поначалу он и он их уже под конец когда они сердцами уже озлобились вот эти все иудеи на него когда у них уже вот это вот они уже его пытались уличить они уже не есть не слушать его хотели они просто хотели уличить то есть они уже не могли даже рядом находиться рядом с этим живым словом да вот этим на живым законом божьим и они его пытались только уличить вот тогда только он им сказал вы То есть он их назвал ихними именами А до этого получается Он даже для них проповедовал Синаголах То есть до какого-то момента Он ходил всем говорил И ты знаешь, к чему я это говорю Я понимаю, что это может Как-то будет звучать Ну как бы сказать Может дерзко А я знаешь, так решил Просто не решил, а вот думаю Господи, а если бы сейчас Посмотреть твоими глазами На нас, на всех На всех Мы наверное все, вот знаешь Как тебе сказать Почему эти вот про Златоуста Про Василия Великого Они, даже они Они, ты понимаешь Он чисто был в слове И только, и сам Господь за него свидетельствовал Он этим еретикам Почему я говорю, что сам Бог им Затыкал рты И я не сомневаюсь Что со всеми святыми Это было Сам Господь Затыкал им всем Вот такими вещами А сейчас Я почему и говорю Что если взять Многих Тех даже Которые сейчас так громко говорят Там Да они ничем не отличаются От того же Патриарха Своей верой Просто тот Впал в ересь А эти как бы Ну понимаешь Про что я говорю То есть если вот глазами Богу Сейчас на нас На всех посмотреть И я думаю Что мы все пришли К такому состоянию Ведь не просто Так сказано Что мы придем К концу света То есть Это получается Что Вот И у Ивана Златоуста Есть такой Очень интересный момент Когда он говорит Знаешь Он что говорит Он говорит А там у него Представишь Какой храм был Там только Три тысячи Вдовиц Окормлялась Не говоря уже То есть там Несколько десятков Тысяч человек Приходило на проповедь Представляешь Какие проповеди были Люди приходили Да Верующие все И это Если их сейчас сравнить С нашими То они Небо-Земля По вере своей Я даже не беру Первого апостольского Первого апостольского Церковь вообще Для нас как космос Получилось так Я короче С ним общался И Он чувствует Что он не может Со мной По писанию Вообще не может Со мной разговаривать И он что делает Он короче Идет в свое Собрание И берет всех Своих лидеров Там И Приводит их Всех домой И говорит Сейчас мы устроим Как-то они называют Библейский кружок Вот Давай Говорит Пообщаемся И мы тебе докажем Как бы Что вот Ну Про игол И короче Ну мы садимся И они начинают Мне короче Знаешь Все вот Как Ну самое интересное Я то один А они вот так вот По кругу Все стели За стол Как за кругом И давай мне По писаниям Я знаешь Как я пошел Проще Я им начал Простыми Элементарными Жизненными Короче Говорить Родился Родился там Младенец Я вам его Как бы Потому что Писание Это жизнь Сам Христос Говорит Я есть Путь Истинный Жизнь Жизнь Писание Это есть Жизнь Это не что-то Какие-то Понимаешь Какое-то Мракобесие Там Или что-то Я вам Сказал Начаток жизни Как родился Младенец Как у него В голове Появилось Первое Чувство Когда он Маму Папу Увидел Любовь Как он Все рождался Как слово В нем Появилось Я им Это все Начал Рассказ Я говорю И вы Называете Это Философией Я говорю Тогда Я не понимаю Вообще Во что Вы верите И я им Сказал Я говорю Все Со мной Больше На эту тему Не разговаривайте Я говорю Я не хочу С вами Если для вас Уже Сама Жизнь Стала Совесть Меня Голодало Думаю Все таки Отец Мой Господи Думаю Как же Он так Погибнет В этой ереси Думаю Господи Да что же Это такое И вот Я с ним Сажусь Уже И говорю Ты понимаешь Что ты Сам не понимаешь Того Вот Я говорю Для чего Вам создали Эту книгу Вот этот Перевод Нового мира Он говорит Для чего Я говорю Ты понимаешь Что Вас Отсекли От Духа Святого От Духа Истиной То есть Потому что Вся Библия Писание Она Пропитана Истиной И если Там Заменить Даже Просто Букву Предлог Слово Смысл Теряется Я говорю Давай Возьмем Простой Пример Где Тут Смысл Потерялся Я говорю Вот Смотри Открываем Евреям Я говорю Евреи Они были Как Вы Они Не Верили Что Христос Это Бог Они Не 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 Они Они Не 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 Сына Божьего Ну Понимаешь Про Чего Я Говорю То Есть Они Как Б Для Них И Для Них Вот Это Вот И Для Нас Послание Евреям Она Имеет Очень Огромнейшую Глубину Духовную Огромнейшую Глубину Если Там Начать Вот Прям С Первых Строк Там Такие Открываются Глубины Подтверждающие Что Христос Это Бог Когда Он Говорит Что Через Пророков Там Помнишь Там И Он Что Им Сотворены Веки Там Что Он Все Унаследовал И Что Отец В Сыне Говорил Но Самое Интересное Я Говорю Вот У вас Все Эти Вещи Они Подменены Для Того Чтобы Вы Христа Не Могли Принять Вообще Как Он Есть Потому Что Он У Вас Его Ну Конечно Ему Это Тяжело Было Его Потом Так Трясти Начало Потому Что Знаешь Не Знаю Ну Прям Реально Трясти Начало Трясти Я Ему Говорю Ты Понимаешь Что Задумайся Таким Вопросом Когда Я Говорю Я Даже По Твоей Вот По Твоей Искаженной Библии Обращу Твое Внимание На Тот Смысл Который Они Не Могли Извратить Его Просто Захочешь Не Извратишь Там Есть Такой Момент Когда Помнишь Будучи Сиянием Славы Образ Ипостаси И Тем Славнейший Принял Имя Пред Ангелами И Я Говорю А Вот Теперь Задумайся О Христе Сказано Что Славнейший Перед Ангелами Принял Имя Вопрос А Что Ангелы Не Имели Имя У всех Ангелов Были Имена Гавриил Михаил А чем Он Так Отличился Что Он Принял Имя Перед Ангелами Более Славнейший Да Вот В том Ты Ответ Что Он Принял Имя Бога Понимаешь Унаследовал Имя Бога Бога Христос Ты Понимаешь У Него И Начало Телепать Короче Это Я Говорю И Это Только Начало Это Начало Я Говорю А если Сейчас Коснуться Всего Писания Оно Понимаешь Вот Как Мне Один Там Написал Ты Че Чушь Порешь Что Бог За Нас Пострадал Это Сым Я Раз Такой Думаю То Ли Это Опять Иудействующие То Ли Это Рабы Иудействующих И Даже Честно Сказать И Отвечать Не Хочется На Эти Комментарии Потому Что Как Ну И Не Видеть Таких Вот Там Все Открыто Все Открыто Что Господь Наш Иисус Христос Понимаешь Кому Господь Откроет Тому Откроется А Кому Закрыто Ну Как Вот Как Ты Сможешь Ты Хоть Разбейся Об Пол Об стену Я Не Не Открыто Человеку Господом И Как Если Ему Сам Господь Не Открывает Знаешь Я Спокойно Стол Почему Так У меня Даже И Пульс Не Учищается Не На Комментарии Не На Всякие Вот Эти Вещи Я Не Знаю Надо Господь Попросить Чтобы А А Это Самое Интересное Знаешь Что Вот Когда Я Последнюю Тему Сказал Про Полноту Помню Что Семь Семь Дней Семь Ну Семь Семь И Восьмого Нету То Надо Фантазировать Везде Написано Это Знаешь Как Равносильно О нашем Боге Сказано Так Он Был Есть И Будет И Когда Он Кто Там Которые Будут Жить Там Когда Он Будет Они Скажут Вот Бог Был Он Есть И Будет То Есть Ты Понимаешь Что Семь Вот Почему Помнишь Я Там Сказал Семь Семь Он Не Сказал Там Восемь Семь Показывая Постоян Вот Это Переходящее В Полноту И Знаешь Я Когда Сказал Такой Момент Очень Интересный Ты Сейчас Поймешь Когда Я Сказал Что Семь Духов Божих И Мне Один Пишет И Вообще Еще Кое Кто Мне Писали Типа Что Ты Несешь Есть Только Один Дух Святой А Я Разве Сказал О Духе Святом Я Говорит Что О Христе Что Он Имеющий Семь Духов Божих Там Написано Так Что Имеющий Имеющий Но Это Говорит О Том Что Он Выше Этого Так же Как Дух Святой Это Говорит О Том Что Есть Семь Духов Это Как Бы Показатель Полноты Вот Этой Благодати Это Как Семь Даров Да И О Них Очень Интересно Говорит Исаия Евреи Этого Тоже Они Этого Не Принимают Они По Другому Это Трактуют Я Уже На Эту Тему С Ни Один Раз Слышал Диалог Их Ней Потому Что Это Придется Им И Христа Принимать А Там Есть Такой Момент Исаия Говорит Семь Дух Божьих Дух Господень Дух Разума Дух Премудрости Дух Дух Почему Очень Часто В Библии Говорится И Давид Говорит Научи Меня Страху Да Страху Господню Есть Молитва Научи Меня Страху Господню Потому Что Страх Господню Начало Мудрости Начало Мудрости Это Говорит О том Что Вот Тебе Дали Первый Путь Потом Как Приобрести Где У Пророк Встречается Где Есть Начало Разума Или Где Обитает Разум Они Искали Это Пророки Это Искали Они Искали Постоянно Эту Вот Эти Дары Вот Эти Духовные Понимаешь Потому Что Это То Что Утерял Адап И Почему Эта Книга Откровения Она Величайшая Книга Когда Господь Просто Это Восстанавливая Вот Эти Семь Светильников Семь Церквей И Он Говорит Он В каждой Церкви Говорит Покайся Прими Покайся Прими Покайся Прими Покайся Прими Да Там Вот Смысл Такой Покайся Прими Покайся Прими Там Четко Говорится Везде Покаяние 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 И обетование 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 Понимаешь Как восстановление. Восстановление духовной полноты, которую Христос восстановил. Подожди, а вот эти вот, смотри, вот эти вот 7 духов, я вот сейчас задумался, да? Вот эти, ну, как бы они 7 качеств. Они вот тут, да, да, полнота, они даются от рождения или их приобретаешь в течение? Приобретаешь во Христе. Это только во Христе приобретается. От рождения никак ничего не получишь. Нет, нет, нет. Это как раз то, что восстановил Христос, то, что Адам потерял. Адам это имел. Имел совет он? Имел. Дух совета с Богом. Имел он разум? Имел. Представляешь, если он участвовал в творении? Премудрость имел? Имел. То есть, он все это имел, но все это потерял. Понимаешь? А Христос восстановил, и вот это откровение, просто ты понимаешь, что самое интересное до меня дошло, что книга откровения, это можно сказать, как книга для, вот как раз для тех, которые приняли власть стать чадами Божьими. То есть, она, ее, понимаешь, вот я думаю, что там очень много такого, что может быть то, что еще откроется, то, что еще, но знаешь, самое интересное, что когда Господь говорит, вот эти вот семь духов, и вот меня однажды, вот я не помню, у кого пророков древних встретил такой момент, он говорит, Господь во всю землю послал семь духов Божьих, я дословно не помню, как он, но он говорит, вот послал семь духов Божьих, и до меня только вот недавно это дошло. Он не лишил землю этой благодати, он разослал все эти семь духов, по всей земле они присутствуют, чтобы человек мог, но человек этого, он стремился к этому, потому что если бы он их не послал, он бы и не стремился. Вот ты заметь, пророки, да, искали этого, они, страху Господню научи меня. Что такое страх Господний? Это начало мудрости, начало первого вот этого, премудрости, мудрости. Потом, где начало, и они, у них, вот если так тонко вглядеться, они все это ищут. У них идет вот эта духовная брань, и они в этой духовной брани, они искали этого. А тут пришла эта благодать, Христос, который это просто взял и излил. Представляешь? Вот это просто взял и излил, и дал. Которую, по сути, опять утеряли. Опять утеряли. Теперь опять пытаемся по ветхим заветным пророкам все это путем борьбы, путем как бы, ну, наверное, нам просто время такое пришло, пути вот как раз, наверное, вот это время брани, вот этой последней битвы апокалиптической. А народ, почему брань-то? Потому что народ вернулся к ветхому завету. Смотри, мы стали подобны ветхозаветным людям, допотопным людям, о которых описывается еще допотоп. Куда такие же развращенные, еще хуже, хуже, чем те стали. Вот представь, мой наставник, да, он же очень серьезно в духе с Богом. Он даже, представляешь, он, ну, этих вещей не рассказывал никому, но он, видать, в духе путешествовал. Ну, как Бог его показывал многие вещи. И он даже вплоть до того, что, и вот он мне, знаешь, один раз еще сказал, он говорит, видать, ему Бог и тоже приоткрывал, знаешь, показывал миры какие-то вот, обители. Потому что, он говорит, если людям сейчас начать об этом говорить, они это не примут. Они этого не поймут даже. И знаешь, вот он интересную вещь сказал, он говорит, я раньше об этом не задумывался. Он говорит, ты знаешь, говорит, даноевого потопа цивилизации людей во много раз превышало нас по своему развитию. Во много раз. Даже вот сейчас все думают, там, вот эти вот, там, всякие изобретения, там, вот эти вот, там, самолеты. Тогда еще хлеще что-то было. И все равно Бог это все стер. Сейчас они думают, там, коллайдеры изобретают, там, генетика. Да люди это все уже, это до этого еще хлеще они внедрялись. То есть было еще хлеще что-то, понимаешь. Может быть, даже вот эти динозавры, которые сейчас находят, там, может, генетические опыты какие-то проводили, скелеты остались, понимаешь. Может быть и такое. Ну, это я как бы не отвергаю этого. Потому что Бог, может, эту мерзость и уничтожил. Потому что Бог бы никогда не уничтожал своего творения. Почему он не уничтожил тигров, там, лошадей, там, слонов, а этих уничтожил? Значит, это были какие-то генетические опыты падшего человека, понимаешь. Взял змеев, там, начал крестить с чем-то, со слонами. Ну, я, к примеру, говорю. Потому что Господь, понимаешь, он никогда бы не стал уничтожать своего творения. Он же взял все свое творение и кною на ковчег завел. Взял бы и пару динозавров завел. Спас, да? К примеру. Это кажется, знаешь, вот ты говоришь, оно все легко, так это... Все очень сложно. Особенно я тебя, знаешь, когда услышал, ты вчера говоришь этому Лапкину, вот жду, когда разрешится бы там, и думаю, Господь-то, знаешь, Господь, когда видит, что человек все уже созрел духовно, он его забирает. Если он видит, что ты не сдвинешься дальше, даже вот на маленький сантиметр духовно, он тебя сразу раз и забирает. А если он видит, что ты еще продвинешься на шаг на два и станешь еще больше духовно, он тебя никогда не заберет. Он будет шлифовать тебя до последнего, чтобы ты этот шаг сделал. А если он увидит, что ты не сможешь его сделать, и ты оступишься, упадешь или что-то с тобой произойдет, тогда он тебя сразу заберет. Я это очень четко ощущаю и постоянно спрашиваю у него. Я говорю, Господи, ну что мне еще надо, что мне познать, он не открывает, понимаешь, он не дает, даже вот, даже намека не дает на то, что он хочет. Понимаешь, он хочет, чтобы я сам постарался. А может тебе надо просто угомониться? У тебя очень огромное желание разрешиться. То есть ты как бы сам уже в своем желании разрешиться, ты как бы пытаешься, это знаешь, может есть какой-то такой в этом микро-микро-микро-микро-микро-микро-ропот. Это мне еще, я от Инатихович научился теме, так я поначалу хотел свой назвать канал «Научиться болеть и умирать», то есть это я от него подчеркнул еще пять лет назад, вот. И то есть я хотел тему, почему я свои ролики начинаю вот рассказывая о болезнях, да, своих вот, о желании смерти, то есть это как бы, ну, я для людей больше хочу донести, это не мое откровение, понимаешь, как, а то есть я, ну, я в своих беседах с людьми, в частных беседах с людьми я больше говорю о смерти, знаешь, о терпении, там, болезни, скорбей, то есть вот научить людей именно безропотно переносить вот эти вещи все. Вот, а так, что я там смерти, правда, желаю, говорю, да у меня столько работы, какая там смерть, у меня делов столько. У меня еще я с людьми разговаривал, ну, как бы, такие люди тоже были серьезные, знаешь, и причем говорят, что вот мы молились и говорят, что Господь говорит, что ты должен встать. у меня есть тоже, в принципе, такая вера, что Господь может и поднять. У меня особое желание к этому нету, может быть, если было бы желание от меня и молился бы, а я и не хочу, я привык, знаешь. Это как я рассказывал, да, когда это, мне же там должны были лет 13 дать, а я об этом не думал, я уже с Богом был, мне вообще без разницы было, что там, где, как там. и чисто пребывал, знаешь, в духе, с Богом, в молитвах, и оно просто все это само расторгнулось вокруг, все эти темницы и все эти узы. Я, знаешь, какие эти письма писал судьям и прокурорам? Писал как-то, это надо было вообще, я сейчас вспоминаю это, я, короче, писал, вас Бог наделил властью, и, короче, вы будете отвечать еще больше за свое, как бы, ну, знаешь, там писал такие, что я вот молодой парень, что, ну, да, я ошибся, оступился, но я, как бы, свое в десятки раз, может, еще и больше, ну, то есть, знаешь, писал вот такие чисто, чтобы они отнеслись по-человечески, с пониманием, как бы, рассмотрели мои, как бы, вот это все, потому что я, на самом деле, не по полности я попал, понимаешь, а вот, ну, вот молодой был просто такой вот, и, и получил, знаешь, как, и в конце приписывал, во славу Господа моего Иисуса Христа, это в прокуратуру суды я писал так, во славу Господу моего Иисуса Христа, да, вообще, я тебе говорю, И вот, представляешь, ну, это на суде развалилось полностью по мне все это дело, и эти деньги не помогли, которые там валили, что мне 13 лет дали Ну, давай, с Богом, да Увидимся, ты пиши, если что, там Ну, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok